Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о субмоделинге с Юрой и Килимом. Добрый день, коллеги! Будет идти видео, которое мы будем надеяться прокомментировать. Вот подгружена геометрия, она сейчас в солидах набрана, мы ее немножко преобразуем в оболочки. Сразу скажу, что первое, что приходит в голову, конечно же, порешать эту модель в балках. Но в балках ее уже порешали и не хватило. Вот как-то мне не пришло в голову, что это можно порешать в балках. Но за то, что такое пытаются решать в солидах, хочется оторвать конечность. Нет, в солидах это никто решать не пытается. Просто нарисовано в солидах. Оно нарисовано в солидах, поскольку это конструкторская модель. Поэтому она 3D. Но, естественно, считать это стоит в оболочках. Вот, собственно, что и происходит. С помощью функции дизайн-модели Реминидсерфайс мы преобразуем это дело в оболочки. В два присеста сначала профиль, потом фасонки. Поскольку фасонки обладают толщиной 10 мм, а профиль толщиной 2 мм, их заодно операцию не очень удобно преобразовать. Никогда не видел, как это приятно работает. У меня всегда не получалось. Да, ну вот тут две операции и сочность все сделана. Поэтому можно обойтись, в принципе. Еще в модели наброса, ну кроме вот этих вот двух наборов, в модели наброса куча болтиков, которые вот остались. И правда, бедро болтов. Их мы пока исключаем, хотя может быть ими захочется заняться. Вот остались только поверхностные тела, учитывая каждый болтик. Нездоровое стремление учесть резьбу, наверное, этих болтов. Смять ее и так далее. Сейчас разделили на три парта всю геометрию. Для будущего удобства поиска контактов, точнее группировки контактных пар. Что будет, собственно, видно в Mechanical. Работа с геометрией, как видите, закончена на первом этапе. А геометрию-то откуда? Геометрию передал коллега, который вот обеспокоился вопросом, как же считать такую ферму не в балках. Веселая ферма. Как же быть, у него там в профиле отверстия, у него болты, что с этим всем делать и как это учитывать? Не нужно ли вообще учитывать? Доктор, у меня болты в профиле. Что мне делать? Лечить. Ну, примерно так. Как видите, контактов всего два определилось, благодаря настройкам. Ну, поскольку между партами только они. Качество сетки проставлено. А что-то она посмеялась? Нет, они просто в одном контакте. Да, то есть в одном контакте все эти взаимодействия. Вот это, кстати, не есть бут. Не есть бут. Что же в этом духе? Потому что один контакт может обсчитывать только одно процессорное ядро. То есть два процессорных ядра над одним контактом пыхтить не могут. Соответственно, если у тебя контактов будет маловато. Обратите внимание, отверстия все исчезли. Подгрузки плохо. Так. Ну, это ваш дефичеринг. Здесь, в принципе, ничего страшного, что как бы мы только одним метром. Мы изначально хотим, чем мы занимаемся, делать такую задачу, с которой наша машина справляется, не напрягаясь. Да. Собственно, о субмоделировании пойдет речь. То есть сейчас мы специально даже загрубили сетку, проглотили все отверстия. Поскольку уточнение произойдет только на следующем уровне, когда сетка будет поменьше, контактов будет поменьше, и мы снова справимся со своей машиной. Ну, за то, что мы глотали отверстия, я вот прощаю. Ну, ну. Так, первые результаты уже практически получены. Перемещение напряжения в масштабе, естественно, адресовка. Реальная фирма. Здесь только гравитация была в качестве нагрузки пока что. Ну, собственно, для того, чтобы показать принцип субмоделирования, нам этого достаточно. Видим место максимальных напряжений в районе 15 мегапаскаль напряжения там. Ну, с учетом того, что отверстия у нас пока не разрешены. А что вы сделали, чтобы эта штука из плоскости не выходила? XY? Ничего специального мы не делали. Там сейчас было видно. Фиксированная заделка по четырем кромкам, учитывая, что оболочка у нас шести степеней свободы. Это вполне себе держит. А вам не хотелось эту штуку потерять на устойчивость? Нет, не хотелось. А мне что-то захотелось? Ну, это можно сделать темой следующего обсуждения, поскольку сегодня все-таки речь о субмоделировании. поэтому устойчивость не терялась. В следующий раз мы обязательно потеряем. Как видите, делаем еще одну систему. Это просто такой вот способ скопировать геометрию и потом связь разрушить. Продолжаем работу над оболоченной моделью, но вырезаем из нее кусок поменьше, поскольку если все отверстия учитывать, то сетка становится такой большой, что модель целиком считать не очень удобно. А вот если маленький кусочек вырезать, например, вот такой вот, то мы можем себе позволить себе отверстие разрешить, а на границе, соответственно, этого кусочка нам нужно будет перемещение перетащить из первого расчета. Что позволит нам сделать расширение? Тут, наверное, надо заметить, что мы вырезали тот кусочек, где мы пронаблюдали... Максимум, естественно. Да, некий максимум, да, концентрацию. Ну так, с запасом он взят, поскольку мало ли, тут есть как бы участок повыше и участок пониже, да. Без отверстия у нас там было четко в более верхнем участке выше концентрация напряжения. Ну, вдруг отверстие что-то другое нам нарешает, поэтому чуть-чуть больше взяли и очень простой. Да, было примерно так сейчас. Так, ну вот, новая геометрия у нас готова. По-прежнему три парта сохраняются, за которыми будут искаться контакты и взаимодействия. Они будут значительно меньше, значительно меньше ресурсов. Уйдет в компьютерных и временных, и HPC даже не понадобится. А это плохо. Это хорошо. HPC это дорого. Обратите внимание, 9 мм зазор ищем, чтобы не нашелся контакт, который соединяет два крайних парта. Поскольку между ними расстояние 10 мм, то он исключается из рассмотрения. Гнусно, когда все не так очевидно. Теперь сетка у нас уже с отверстиями. Отверстия учтены. Вот у нас тоже более-менее какая-то сетка сгенерирована. Мы не комментируем нажатие каждой кнопки, поскольку при желании можно все повторить. Это с экрана видно. Вот только что была нажата та самая главная кнопочка, вокруг которой, собственно, все и затевалось. Она устанавливается вместе с расширением. Настройок у нее не так много. Мы определяем геометрию, на которую будем импортировать перемещение. В данном случае это кромки по периметру. И указываем файл, из которого... Ну, это RST-файл, стандартный файл результатов модуля Mechanical, из которого будет считываться. Нам сейчас при запросе, при попытке указать этот файл, откроется окошко для поиска файлов. Здесь вот мы сохраняли проект. Ищем с расширением RST. Находим. Пока файл только один. Сколько больше ничего не сохраняли. На этом, собственно, работа с инструментом закончена с этим. Он настроен. Это результаты предыдущего струкчера вам. Да. Коллега, а если мы пересохраним проект в другое место, их возведут условия, что будет с этим файлом? Путь здесь пересоздастся? Или мне придется аккуратненько ручками... Скорее всего, ручками придется подправить, поскольку все-таки расширение, и не все тут идеально. Надо аккуратненько вот с такими вещами работать. Путь не относительно. Не идеально. По-прежнему видим концентрацию напряжения примерно там же, но теперь уже на отверстиях. Не очень корректно, конечно, вот этот вот скачок с синего в красное, поскольку пока у нас все эти оболочки висят на контакте, бондут, но в то время как в реальности они имеют возможность относительно друг друга пораскальзывать. Ну да, случайно. То есть они не сварены, они все-таки на болтах. Поэтому мы еще на уровень субмоделирования спустимся, но в этот раз перейдем от оболочек, в которых мы считали до сих пор, к солидам. Даже это позволяет расширение субмоделирования. А без этого расширения нам что-нибудь заделать субмоделирования для оболочек? Нет. Черт. Только solid to solid это мы сделаем на третьем этапе. Это ждет нас еще впереди. В данном случае геометрию подгрузили исходную, которая набрана в солидах, но она в тех же координатах находится, поэтому здесь вырезаем еще меньше кусочек, чем на втором этапе. Он остается в солидах. А сюда мы скормим результаты второго этапа, да? Да, второго. Можно, в принципе, и третьего. И первого, точнее. Поскольку по факту они примерно один знак, но лучше второго он вроде как более точный. Ну, вроде как. Процедура, в принципе, примерно та же по избавлению геометрии от лишнего как и скульптура. Красота. Страшная сила. Помню, как я с этой геометрией в эпидели вывозился, в лабораторный самодуринг, который делал в ВУЗе. Боже, нет. Это было так неприятно. Это была такая боль. Да, это боль. Так, тут не прошло... Прошло только десять минут, а мы уже на третьем уровне с моделированием. Нет, ну что, это как бы очень вполне годное достижение такое. В данном случае у нас объектом для импорта является уже грань, поскольку 3D модель есть. Мы указываем грань в поле Geometry. И единственное, на отличие от предыдущего этапа, в поле Shell Solid Key нужно будет переключить с режима Solid to Solid на Shell to Solid. А мы к Beam вообще с обмодуринг можем применить? Вот с Beam'ами трудновато. С Shell'ов к Solid переходить удается, от Beam'ов хотя бы к Shell'ам перейти, ну, настолько же удобными инструментами, пока нет. Можно что-нибудь придумать. То есть, там придется какие-нибудь remote displacement ручками подставлять. Ну, возможно. И реакции опор в каких-нибудь сечениях переносить по компонентам в эти несчастные... Всегда. Кстати, первый пристрелочный, скажем так, расчет. Здесь пока все еще висит на контактах Bond. Видимо, они некорректные концентрации у нас вызывают. Но это был прикидочный просто такой прогон. Просто увидеть, что ничего не развалилось. Меняем контакты все на контакты с трением 0.14, классический сталь по стали. Сетка, как видите, в троядерах просто так же. Это поправим. Парой операции опять же. Отсвипуем Shell'ы. И отмультизоним болт. Слова-то какие неприличные. Ты болт преднатягивать будешь? Нет. Но, понимаете, это возможно. Сделать хотя... На самом деле многошаговость не очень хорошо с субмоделированием сочетается. Почему? Да нормально сочетаться. В чем разница? В чем? Нет, технически просто. Тут чуть сложнее все будет. Здесь не будет показано этого. Окей, босс. Ну, возможно. Ну, как видите, вот эти аномальные концентрации на плант от контакта, которые порождались и исчезли. Сейчас мы видим концентрацию. Именно на отверстиях. Ну и возьмем какое-нибудь... Вот где сейчас мышка примерно. Вот это отверстие еще вырежем, чтобы еще на уровень спуститься. Чтобы еще поподробнее узнать напряжение. Мы идем дальше, чем в фильме Inception. Как? Ну как? Когда мы спустились в сон, потом спустились в сон, потом спустились в сон. А, ну да. В сон сна, который является сном. Мы снова будем в солидах. А поскольку предыдущие уровни у нас солид, то здесь для разнообразия воспользуемся не инструментом расширения, а стандартным инструментом субмотилирования, который появился с версии 14.5 и не требует установки дополнительных расширений, которые в принципе тоже бесплатны, поэтому не суть разницы. Вы сделаете промослабно. Ну, практически. Вырежем небольшой кусок. Да, кстати, там сейчас нас ждет небольшой сюрприз в процессе генерации сетки к разговору, который состоялся недавно. Зачем же по гранд слои могут понадобиться инженеры Mechanic? Да. Да, зачем? Мне вот было интересно. Вот здесь вот не то, чтобы это необходимо, но можно использовать inflation и создание бранд слоев для более экономичного распределения сетки и в то же время густого там, где нам это актуально. Ну, очевидно, что концентрация напряжения приличная вокруг отверстия. А чем тебе не нравится сделать там Advanced Size Function, реагирующий на кривизну? Ну да. Advanced Size Function не позволит настолько изменить сетку по нормальной к отверстию, как делает это inflation. А Refinement в области отверстия? Refinement Тетрайдер делает. Да. Мы здесь вполне дексайдерами обойдемся. Мы экономим ресурс на столько? Ну, сейчас посмотрите. Вот мы назначаем утешек, сейчас генерируется сетка. Не то, чтобы это безумно необходимо и всегда нужно делать, но это красиво. Ну да, сеточка будет выглядеть поприличнее, надо заметить. Правда, ты сделаешь несколько солидов на толщину? Они сами получатся два, но можно дополнительно назначать. Слава Богу, значит мне не будет дергаться левый глаз. Да, несколько солидов на толщину. Симпатично же именно вот так. Ну, соглашусь. Да, пожалуй, что неплохо. Аналогично к предыдущему варианту, только сейчас видите ветка Submodeling, то есть стандартные безиспользуемые инструменты. Вот это вот из расширения. Собственно, процесс закончен. Результаты получены. Ну, вот не 15 полученные в начале Мегапаскаля, а все-таки 17 и 9. Это важно. Да. Ну, другое дело, насколько важна такая точность. Да, но тем не менее, запрос был от товарища. Ну и решение найдено, да. Да. С чем вас поздравляем? Красота. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.